и актуальность визаторного сотрудничества. Правда, я с партий пьяный не хочется больше поиграть, но я перехожусь. Понятие суверенитет, политический оборот, ввел в 16 веке Жан Боден. И согласно его определению, оно означало неограниченную власть монахта над своими ванцами. В современном естественном, появились и другие интерпретации суверенитета. Однако понятие это остается важной характеристикой государственного устройства. Любопытно, однако, что по сей день отсутствуют рейтинг-листы для стран по этому критерию. Между тем, этим делом стоит заняться, нам всем, наверное, с учетом частности концентрации иноагентов в данной стране. Характерно также, что формулировка Бодена и Панини не потеряла свою актуальность. Потому что действует монополярный миропорядок после Холодной войны, в котором англосаксы претендовали на неограниченную власть над своими вассалами. Но и в многополярной системе их претензии на абсолютную власть не убавили. Сегодня происходит своеобразный матч-реванш, который ведется между ними и уже восстановленным условным посторонним блоком. Нынешние противостояния, ввиду применения гибридных методов, протекают намного более жесткими режимами, нежели Холодная война. Обусловлено это бурным развитием высоких технологий, цифровых технологий и тем самым резким ростом возможности воздействия на своих конкурентов. К примеру, сегодня посредством хакерных атак стал обоснованным не только узнавать госсекреты, но и напрямую вывести из строя критическо-барные инфраструктуры управления, энергетики и т.д. Каким образом, в политике от ближних гибридные войны в основном протекают в перманентном онлайн-режиме? Другим важным фактором является то, что эти технологии позволяют информационными методами владельствовать человеческую психику и разуму. Тотальное формирование виртуальной среды существенно снизило статус реального мира. И поэтому сегодня многим представляется, что для улучшения ситуации в мире реальном достаточно манипулировать в мире виртуальном. Тем самым стало возможным изменять мировоззрение, политические ориентации и цивилизационные колы широких масс homo virtualicus в угоду организаторов этих процессов. И таким образом, по своему усмотрению, управлять целыми народами. Это приводит к деградации государственного устройства и погружает страны в состояние хаоса. К арсеналу гибридных войн добавим и коронавирус. В свое время корпорация РЕНД разработала концепцию информационно-биологических войн, и нынешний ковы сценарий является отражением этой концепции. Свидетельством к этому, в частности, являются многочисленные секретные лаборатории, биолаборатории во многих странах, и в том числе в Армении. Вирусную агрессию начали с основного конкурента США, Китая, который должен был понести не только большой урон от ковы, но и предстать перед миром информационном плане, как источник смертельной опасности. Китай, благодаря своей продыманной политике, сумел победить в этой биологической агрессии. Смертность от ковы в США оказалась в 50 раз выше, чем КНР, а число зараженных в 300 раз. В США проиграли также и в научно-технологической сфере. Российская вакцина «Спутник В» стала наиболее эффективным средством против вируса. Заметим, что ранее КНР и РФ отбили цветные агрессии против Гонконга и Беларуси. Другими словами, мир стал многополярным. И наряду с США начали решать головальные проблемы и другие страны. Однако в условиях гибридных войн общество не сразу осознает появление новых реалий, а в условиях такое положение, в частности, тяжелым прошлым монополярным миром. Известно, что при полярном непорядке соблюдались некие международные правила и взаимные обязательства. Ситуация кардинально изменилась после победы Западного Блока и распада СССР. Либерализация, так и большевизация в 1917 году обернулась для России катастрофой практически во всех сферах жизнедеятельности, геополитической, чивилизационной, экономической и т.д. и т.п. Несколько минут в режиме СССР развивались в Армении, в которой, благодаря сформированной во Второй республике национальной элиты развитому обществу, параллельно с изменением запрограммированным разрушением, началась и закончилась победой борьбы за освобождение Арцаха. Характерно, что даже в такое тяжелое для России время в мае 1992 года маршал Шапошников предупредил Куртию о том, что военное вмешательство этой страны в альменно-азербайджанский конфликт поставил ситуацию на грань Третьей Старовой войны и тем самым предотвратил турецкую агрессию. Но вернемся к вопросу суверенитета. После распада Союза во всех республиках сходила эйфория. Всем показалось, что они освободились от тоталитарного колонистического игра и спешно приступили к параду суверенитета. Но все получилось как-то немного наоборот. Очень скоро, в условиях разрухи, многие поняли, что их страны стали намного более зависимыми от Конгресса США или МВФ нежели раньше отсекать ответственность в госплане. Кстати, в этом новом и дивном либеральном мире строго каралось также и инокомысля. Новые диссиденты становились избойными. А Дюльяна Асаш, вместо получения Норвежской премии, как в свое время Солженицын, например, продолжает пребывать в Омбранской тюрьме. В итоге все постсоветские республики и сама Россия фактически потеряли свой суверенитет реальный. Да, благодаря главному союзнику, армии, был сохранен ядерный чемоданчик и некоторые другие атрибуты госгосударственности. Но в целом власть перешла в руки управляемого из дне олигархата. Так что говорить о суверенитете в то время было бессмысленно. Однако Россия, как и после Октябрьской революции, сумела восстать буквально из пекла и начала немедленно, но планомерно восстанавливаться. Она сегодня вернула свой державный статус и заняла достойное место в мировой герархии. Однако сохранение суверенитета задача тоже непростая, так как Россия по сей день подвергается гибридным атакам, в которых особое место занимают цветные революции цивилизационно близких ей стран. Сначала это была православная Грузия, где РФ удалось спасти от цветной напоседей в Южную Оссидию и Амхазию. Однако наиболее болезненной оказалась революция Майдана. Россия удалось спасти Крым и Донбасс-Луганск. Однако потери от этой революции были огромны. В результате тотальной информационно-психологической обработки в украинском обществе стали доминировать ультралибералисты и радикальный национализм. А подобная смесь из противоотечивых идеологий полностью дегратирует страну. В итоге Украина была реально оккупирована. Ее главой был назначен своего рода гавилайтер, но несколько с пламинским угоном. А братские отношения между двумя народами сменились военными действиями. Тем самым был реализован очередной этап плана по распределению славянских народов. И сегодня этот процесс дошлил даже Чехию и Словакию. Примерно по украинскому сценарию был организован и бархатный переворот в Армении. Общество было отгурманено антикоррупционными лозунгами, а роль радикальных антироссийских бандеров стали выполнять со штатами России. Характерно, что после четырехдневной и успешной для Армении войны в 16-м году они захватили полицейские участки и призывали народ к восстанию. Но после поражения в 20-м году Крым не умолкли и не недовольствуют убиворными митингами. Такое поведение логично. Главная задача была уже выполнена. Армения захвачена Аппанками, вещества вставленника иностранных судов Никола и его окружение, в состав которого ходят и соснацарей. Создавшаяся ситуация полезно обратиться к истории. Великий армейский деятель Сраилу Рыб был одним из первых, кто пришел к югу, что для освобождения Армении следует ориентироваться на Россию. Еще в 1701 году передал Петру Первому просьбу тюникских князей Меликов освободить Армению. В 1827 году, в 1 октября, на деревянских крепостях взвелось русское знамение. Армения избавилась от персидского яга, а по Турк-Мечайскому договору в Восточном Вадмине переселились десятки тысяч армян из Турции. Известно, что именно в составе Российской империи был заложен фундамент формирования новой армии, в которой очень быстро возродилась литература, культура, процесс образования. Появились крупные общественные и политические деятели. Вадмянская же республика в составе Советского Союза достигла своего века развития и добилась огромных успехов практически во всех сферах. Особо отметим, что наши соотечественники, в свою очередь, сыграли исключительно позитивную роль в самой России. А уже в наши дни, благодаря российским миротворцам, сохранили свою жизнь и родину десятки тысяч наших соотечественников на горных парабах. Таким образом, следует констатировать, что в силу своей цивилизационной близости, начало которой было заложено еще в византийскую эпоху, совместное проживание и деятельность в единой государственной системе народа в России и Армении оказалось более чем подопорным. В этом контексте можно несколько по-другому интерфертировать понятие суверенитета и определить его как некое государственное устройство, которое обеспечивает, во-первых, безопасность страны, сохраняет национальные и цивилизационные ценности своего народа и способствует максимальному развитию его духовных и интеллектуальных способностей. Как показывает история, близким к подобному состоянию в своей новой истории Армения пребывала исключительно в фитнес-св России отношениях. Как решить эту задачу сегодня, тема другого разговора. Но создание в Армении движения заставы сильной Армении с Россией является шагом в этом направлении. Надеемся, что движения подобного характера будут организованы не только в славянских и постсоветских странах, но и в цивилизационных нам близкой очень, в Греции, да и в других странах тоже. Спасибо.